Ботинки чьи-то висят. Что это за место? Юми, уйди оттуда! Юми, уходи! Капец жесть! Юмкая жесть! Как я могла вообще такое допустить? Разрушены на пристани целые отели. Это просто какая-то черная полоса. Это... это проклятие. Привет, я Анимэджик, со мной тут мои питомцы. И сегодня мы поедем в очень прикольное место. Ставьте лайк на это видео, если вы хотите, чтобы этим летом выходило много наших эпичных видеороликов. И давайте наберем 30 тысяч лайков на этом, и тогда следующее видео выйдет прям в следующую субботу. А в этот раз, когда досмотрите ролик до конца, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам в этом видео понравилось больше всего. Чтобы я понимала, какие моменты вам заходят и снимала их чаще. Ну и подписывайтесь на канал, потому что нам осталось всего 27 тысяч до 3 миллионов. Новый сезон безумных приключений пушистой семейки продолжается. Вышли погулять в Туапсе. Как будто в Москве немножко, да? Такой вот простенький, портовый, маленький городок Туапсе, завешенный вывесками. В общем, ничего примечательного. Погнали дальше. Вот, Птюх. Птюх, Птюх, собаки проснули. Собаки, 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 собаки. Юми реально похож на чувака, который только что проснулся просто. Только собак кормят там. Пошлите скорее закат смотреть, собаки. Тут есть такая скала Парус после Туапсе, не доезжая до Геленджика. И сейчас мы пойдем смотреть закат. Надо за нами идти и на нас нападать. Тебе собаки там за нами бегут. Нереальное солнце, вообще закат нереальный. И вот эта скала Парус. Идти очень далеко по вот таким вот камням. И каким-то корягам. И камни то мелкие, то крупные. И собаки не могут уже идти. Мы стали по таким камням перешагивать своими лапками. В итоге приходится их по очереди таскать. Софи? Она огромная. Реально Парус такой. Софи села такая за столиком. Ой, за камушком, как за столиком. Такая сиди. А Юмичу вот там. Просто такая, я дальше не пойду. Я заколебалась. Я устала идти, я не хочу. Я боюсь воды и вообще. Почему-то камера высветляет кадр. А уже прямо после заката все солнце зашло. Вот на самом деле какой свет. Свет вот такой вот. Темно. Закат-то мы застали. Закат закатом. А вот теперь нам с собаками придется возвращаться. Вот этот весь пляж по темноте, по камням. Ну что ж, это наше первое утро в Геленджике. И сегодня мы отправляемся в Состовку. В общем, смотри, природные места. Вчера погода была классная, было тепло. А сегодня холодно. Софи с Юмичу вышли утром в Геленджике погулять. Даже без поводков. Потому что тут вокруг я посмотрела уже вчера. Никаких собачек, вообще ничего нет. Правда, вон кошечка идет. Запомните этот кадр. Запомните нашего китаенка Джилика таким. До того, что с ним случится чуть позже в Краснодаре. Какая прикольная кошка такая у него. Краска классная. Привет! Ничего себе, какой у тебя цвет прикольный. Привет! Кс-кс! Привет! Привет! Да? Вот так выглядит наш отель в Геленджике. Гранд-премьер называется. Очень симпатичный. Этот номер нам обошелся 3-400 за одну ночь. Включены завтрак, обед, сауна и бассейн. Сезон может быть дороже, наверное. Номер, вот этот, правда, находится на цокольном этаже. Видите, как окна здесь сделаны, да? Скорее всего, остальные номера стоят больше. Он небольшой, но для пары ночей просто, мне кажется, отлично. В нем есть все необходимое. В целом в этом отеле чистое. Постельное белье чистое было. Мебель вся достаточно новая. Практически новый ремонт. В отеле не воняет. Тут вход по карточкам. Ты выходишь из главного входа и попадаешь на мини-территорию такую, огороженную. Тут забор, калитка по этим же карточкам работает. Парковка у отеля, вот машина там стоит. Тут бассейн небольшой, он, кстати, теплый. То есть они поддерживают прям температуру в бассейне, типа 30 градусов. И маленькая финская сауна, ну, на несколько человек. А окна около бассейна внизу, это те самые окна нашего номера. Долго гулять с пёселями возле отеля не будем, потому что мы уже едем сейчас, а они еще нагуляются сегодня. Пам-пам. Нельзя с собаками и в купальниках. Девочки, у нас тут как бомжики просто. Посмотрите, какая машина чистая. Они еще на тряпочке, на какой-то старой мост. Вода, сиденье запачканы. Это все запачкает. Девчонки, а вам нельзя, вы позже. Смотрите, какой ветер сильный. Будем благодарны, если поможете нам сохранить красоту и стать в купарке. И пуделей своих водить сюда не будете. Ветер очень сильный. Вот такой вот замок. А вот там виноградники впереди. Вот там видно геленджик. Красота. Жалко, что с пёсиками нельзя по газончику погулять. Какой красивый сосновый бор. И, конечно же, как всегда, видео ничего не передает. Софии Юмичу. Сейчас будет грязь, блин. Следующая наша остановка – пляж Сосновка. Девки, только не в грязь. Только не в эту грязь. Сидем по краешку, обходим все вот это вот. Молодцы. До моря идти около километра. Погода прохладная, но терпимая. Так что я думаю, что собаки с этим путем справятся, учитывая, что он не в адскую гору. Единственное, что смущает – это грязь, по которой мы идем. И лапы у нас, видимо, будут грязные. Очень красивый лес. Мне так жаль, что камера просто не может передать красоту этого леса. И я тоже обожаю вот эти вот все иголочки. Вот эту вот землю в таком лесу, где нет никакой травы, никаких сорняков, никаких буреломов. Вот просто иголки с камнями, с песком и сосны. И еще и на море. Вот там дальше море будет. Но мы не агрессивные. Мы только чуть-чуть полаем, но… А мы-то мы… Мы-то мы… Мы-то мы… Пошли, пошли. Девочки, 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 вы куда так близко? Кто собаки? Стой! Капец! Просто обрыв! Обрыв! Сказочный лес. Идем гулять! А вот тут я совершила огромнейшую ошибку. И через несколько кадров вы увидите и поймете, почему не надо было отпускать их с поводков. Девки обнаружили какой-то колокол или что это такое? Какой-то камень. Да? Что это такое, девчонки? Странный очень камень. Похож на колокольчик, на колокол какой-то. Надеюсь, мы в этом лесу не найдем какой-нибудь домик на дереве заброшенный. А может и найдем. А почему я надеюсь, что не найдем? Может, наоборот, надеяться надо, что найдем. Смотрите, волшебная загадка. Где Юмичу? Юмичу, где Юмичу? Где же Юмичу? Юми, где? Софи, где Юмичу? А вон она. Прячется за деревом. Оба-на! 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 Что мы нашли? Смотрите, что это такое? Что это за место? Юми, Софи, ну почему нам так везет, а? Почему мы все время находим какие-то очень странные места? И опять камни какие-то, рога тут, палки. Какие-то сердца вот улыбающиеся. Ботинки чьи-то висят. Что это за место? Что это за место такое? Это какой-то чей-то дом. Там внутри палатка стоит. Ой, там кто-то живет, что ли? Несмотря на ветер, мы продолжаем спускаться вниз к пляжу. Ветер такой, Софи, волосы шевелятся на ушах. Юй-юй-юй! Юми, сюда! По лестнице! Давай! Пошли! Сюда! Пошли! Тут, клин, у меня нужны собачьи площадки, да? Ой, господи! Молодец! Фух, я с улыбкой снимаюсь в кадре для видео. И вот тут я замечаю, что Юми и Софи не остались ждать у той самой лестницы, где я их оставила. А стали взбираться на скалы, чтобы понять, как можно до меня добраться. Она прямо на краю стоит. Она же сорвется сейчас. Юми, уйди оттуда! Юми, уходи! Фух, фух! Уходите, уходите! Софи, уходи! Они скакали по этим выступам, лазили по этим камням практически на обрыве. Особенно Юмичу, потому что она стала взбираться еще выше и подходить все ближе и ближе к краю. Мои друзья снимали происходящее с другой точки. Я начала ей орать, она встала прямо на обрыве, а камни там такие сыпучие. Одно неверное движение лапой, они бы посыпались эти камни из-под нее, и вместе с ней она могла сорваться прямо вниз с этой скалы в любую секунду. Капец жесть! Юми, стой, стой! Какая жесть, жесть! Вот я дура, блин! Юми, уйди оттуда! Надо бежать ее, позвать в другое место. Я просто в афиге сейчас вообще, как я такое могла допустить? Снять поводки, оставить их без поводков, ждать меня. Как я могла вообще такое допустить? Оставить их вот так вот без поводков. Мне надо сейчас прийти в себя, все. Все, все, все. Они просто такие хотели ко мне прям пробраться. Покемон быстрее всех поднимается у нас. Софи Теллине уже тяжеловато наверх подниматься. Сердечко бьется, я чувствую. Поэтому я ее несу на руки. В руке, точнее. Вниз спускаться было легче, потому что это вниз. И сердечко так у нее не билось. А сейчас я прям рукой чувствую, как он бум-бум-бум-бум. И она прям дышать так начала. Поэтому пока что на ручках. А Юми там бежит, блин, вперед всех, да? Пошли, Юми, пойдем. Не завидуй. Я не соблюла чуток меры безопасности. В том смысле, что обычно в таких местах Софи, ну и вообще все собаки на поводках, я их оставляю, иду, какую-то опасную точку смотрю, и потом все. Я просто не думала, что они так захотят как бы ко мне, и они просто запрыгивали на скалу. Я испугалась, поэтому пусть побежала к ним. В общем, в следующий раз так делать не надо. Учитесь на моих ошибках. Юми там что-то увидела такая. Там реально кто-то. Там птица. Юми на птицу охотится. Юми сейчас. Вот эта собачка нас преследует. Надеюсь, она не злая. Софи, пошли. Главное, чтобы Юми ее не заметила, потому что Юми начнет на нее лаять и точно побежит в ее сторону. Она реально как этот, блин, чувак из мема. Просто отворачиваешься, идешь, 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 поворачиваешься, а она уже ближе. Нет! Что за безобразная собака ты? Софи, нет! Слезьте, с сиденьем. Они просто не видят, что я их снимаю. Софи вот здесь просто. Вот так вот. Я нашла себе местечко. Вот так вот. Вот здесь я. Просто... Софиш, тебя не закрыть там. Нормально тебе? Нормально? Вылазь! Еще одна точка. Геленджикская набережная. Капец красиво. Очень красивый вид. А там такая надпись, типа, Голливуд. А там Геленджик. Козюльки. Что там, Софиш? Голуби. Софи, так интересно, да? Что, хотите на пляж? Дюми, твои утки любимые. Опять утки, голуби, чайки. Вот это зоопарк. Мы зашли покушать, а собакам тут можно. Вот такая красивая кафешечка прикольная. Короче, первый наш прием пищи по пути в Геленджик в этом путешествии был в столовке какой-то, в Топсе. И я там оставила свои солнечные очки, термос, пришлось возвращаться. Я назвала ее проклятой столовкой, потому что потом я после нее потеряла карточку, но потом нашла в другом месте. Вот. Почему я говорю это странное слово? Прием пищи. Вкусная карточка. Чего капризничаешь? Чего капризничаешь? Чего? Чего? На кого лаем, Софи? Юми? Софи, нет. Дай познакомиться с Юми. Скажи, что вы пристали? Софи, перестань лаять. А Юми хочет дружить, а ты лаешь. Юми, что? Смотри, какой чувак. Все, теперь он и Юми уже не хочет. Пошли, все. Теперь он уже ни с кем не хочет дружить. Облаяла его. Кажется, дождь начинается. А мы собирались дальше ехать. Залазим. Вперед. Бегом. Что за срач у нас в машине, скажите. Ужас, какой кошмар. Еще одна наша дочка Кабардинка. Но собаки со мной не пошли. Потому что начинается шторм. Просто будет сильный ветер. И очень сильно мокро. И холодно. Кстати, так как на машине мы едем не одни. То есть у нас полная машина людей и вещей. Собаки все время едут у меня в ногах. Так что не удивляйте, что я их там снимаю. Все спросят, типа, а что они у тебя там где-то под ногами. Короче, последняя наша точка до Кразнодара в Геленджике. Это тонкий мыс. Здесь очень прикольно. Но проблема в том, что в Казнодарском крае на побережье этой зимой был очень сильный шторм. Этот шторм просто разнес очень много всяких постройок и набережных. Посмотрите, вот сейчас мы видим его последствия. Просто вся набережная вместо вот этой вот части пешеходной завалена камнями, палками какими-то. И там разрушенные конструкции. И все это, видимо, перед летом придется восстанавливать. Вот так. Шли мы тут по этому пляжику. Я думаю, собаки на что-то обратили внимание. Смотрю на что. Это чей-то труп, видимо. Уф. Ни в коем случае нельзя давать собакам прикасаться к такому и вообще нюхать, вообще приближаться. Еще один недавно погибший на пляже. Вот такая птичка с клюм. Посмотрите, какие у нее лапки. Никогда не видела вблизи такие лапы. Это для плавания лапы у нее такие. Софи, вот сейчас сама запутаешься, закрутишься. Софи увидела собаку и не может остановиться. Разрушены на пристани целые отели. Вот так вот выглядят просто. Все разнесло у них тут. То есть само здание еще более-менее живо, но повырывало тут все жестко, конечно. У ребят. Никакая защита от волных не спасла. Вот такая природа, пупсики. Опасная. И природе пофиг вообще. Вообще пофиг. На все. Она просто расфигачила все. И все. Софи всегда так близко, бесстрашно подходит. К краю и Юмичу тоже. Вы не боитесь снизу пасть? Вышел такой из дома и на лодочку, и поплыл. Да, Софи? Медузы. В грязной водичке после штормовой плавают. Фокус! Где фокус? Где? Спасибо. Смотрите, там вода. Идите сюда. Давайте. Челлендж. Тренировка. Давай, Софи. Давай, давай. 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 Ползком. 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 Русишка. Дети, я нашла вам дом для путешествий. Смотрите. Давайте. Залазь, Софиш. Давай, молодец. Давай, залазь. Залазь, Софиш. Ну, ты же можешь, ты же умеешь. Давай. Раз, два, три. Давай. Че, нет? Раз, с разгона. Давай. С разгона. Вот, молодец. Вот такой вот город Краснодар. Странненький городочек. В общем, в Краснодаре мы решили снять вот такую квартирку. Тут есть кухня такая нормальная. Совсем что надо. Из нее такой балкон. С окнами на город. Да? Пушишки. Ну, короче, тут гостиная. Мы специально сняли с диваном. Он раскладывается для друзей тоже, чтобы всем, короче, поместиться в одной квартире. Кровать вот тут двуспальная. Такая симпатичная, чистенькая студия. Стоит она 4 тысячи за ночь. Ну, типа, по тысяче с человека. Потому что у нас четверо. Тут вот такой туалет. Но ремонт у него не похож, кстати, на остальную квартиру. Ну, вот. Ну, что ж, мы заехали в Краснодар. Наконец-то добрались. Вот это вот наш дом, в котором мы будем жить. Точнее, не дом, а многодомье. ЖК какой-то краснодарский. Вот. Здесь у нас квартира. В общем, мы с пупсиками, пушистыми и друзьями приехали сюда. Сейчас пойдем в парк Галецкого, в который, к сожалению, тот самый парк, который 162 миллиона долларов, который построил местный предприниматель. Огромные деньги вложил. Там 22 гектара. И собаками туда, к сожалению, не пускают. А еще тут очень холодно. Ветер дует. Я не в твоей голове, но голова лунка моя. Ты попрощайся со мной, до свидания. Я иду по улице, забывая обо всем. Оставляя слюни на лице твоем. Когда тебя целую, я когда вдвоем. Небо опять хмурится, снег с дождем. Ты куришь и куришь, доишься, доишься, туришься, плачешь себе, мозги бодришься, а я почему я тебя не пойму, не пойму. Значит. Весь вечер мы с друзьями гуляли по парку Галецкого. Честь собака. Они сидели дома. Сейчас мы в наш вот этот двор вышли гулять. Парк Галецкого офигенный. Мы там были, там очень красиво. Мы, правда, пришли поздновато вечером. Мы завтра еще хотим. Мы специально сняли квартиру рядом с ним, чтобы пойти посмотреть там японский сад и все. Кто вы вот там хотите? Что вы вот именно туда рыгаетесь? Объясните мне, а? Пошлите. А кто где спит? Кто-то под кроватью вот спит, например. Кто спит под кроватью? Спать-то больше не нужно. Кушаем. Обычно в японском саду очередь на три часа. Но из-за того, что сегодня дождь. Никого нет. В очереди нет. Вход по QR-коду, который заранее был куплен. И мы в японском саду одни. Сад оказался просто гигантский. Тут куча помещений, куча озер, куча всего. Просто оказывается 7 гектаров. Это все не обойти ни за какие пару часов. Рычишь. Что такой толстый-то? Это просто какая-то черная полоса. Ну как это могло произойти? Просто капец. Вообще не понимаю. В Краснодаре. Здесь мы поставили машину, припарковали нормально вот рядом с этими столбиками железными. Блин. Я не знаю, короче. Мозг просто отключился, видимо. И руль налево, и все. Чуть-чуть выезжать, когда пытались. В общем, это капец. Две двери, две двери повреждено. Еще и просто вот эти штуки на дверях, которые... Ааа, вы видите это? Это жесть. Не представляю, сколько денег заменить эти двери. Это же жесть. Или их нужно... Я не знаю, что делать. Блин. Ужас. Это проклятие какое-то. Теплый солнечный денек. Собаки вышли на море. Сейчас Юми будет бояться воды. Не подходить к ней. Секушки идут, все перемечивают. Она вот любит это. Ай! Ей нравится прям пузо своей лапкой мочить. А Юмичу все такое. Я туда не пойду. Нет, нет, я туда не пойду. Юмичу, иди сюда. Софиша, как всегда, первым делом воду увидела и пошла лапы мочить и жопу свою, и физика, да? А покемон, как всегда, подальше от воды. Где-нибудь поковышится, поковыряться, что-нибудь поискать, пометить. Юми, иди сюда! Сегодня в честь праздника, ладно, одна куриная крылышка им достанется. Кстати, нельзя вареную курицу собакам вообще трубчатые кости вареные. Ни в коем случае сырую можно чуть-чуть. Немножко желательно без костей на самом деле. Кура, 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 кура. Да! Ай, вкусняшина, да! Ну, пусть была. Да. Вообще, в идеале, конечно, давать чисто мяско, вот такое, филешка. Ну, все. Держи, иди, ешь. Бери. Я не буду тебя держать. Бери. Люми, давай. Бери. Такая морда. Софина. Натуральная фермерская курица Краснодарского края. Не магазинская, вот обычная курица, а фермеры местные. Магазин свежий мяса. Я ей спрашиваю, у вас хорошее мясо? Они говорят, свежее, своя курятина. Сами рубим ее. Посмотрите на это. Собаки после этой поездки на несколько дней из Сочи в Краснодар и обратно выдохлись просто. Устали. И уми царь горы все подушки, блин, забрала. Нормально вообще, а? У Софи вообще странная жизнь. Софи живет в шкафу. Просто такая собака в шкафу. Тут у нее миска, тут у нее кровати две. Но она спит под пленочкой, как бомж.